Продолжение следует... Да, да. Я вышел на... Никак не получалось у меня соединиться в скайпе. Я вышел на ваших друзей, и они мне скинули только по скайпу. И я вот сейчас набрал, и все получилось. Слава Богу. Так, у нас все записывается и выставляется в интернете. Вы не против? Да, да, можно. Так, слушаю вас, пожалуйста. Ну, в общем-то, не знаю, с чего начать. Я, в общем-то, так не ожидал, так сразу, и как бы не совсем подготовился. Ну, у меня, в общем-то, есть некоторые вопросы. В общем, вот сколько лет назад вы начали свое служение? 53 года назад. Вдальше 23 года. Я понял. У вас тюремное было служение, а потом вы вышли из тюрьмы, и там уже начали служить, так это... Ну, в мире, как бы, так сказать. Я когда в 62-м году обратился, покаяние было, когда Евангелие дали в руку, и с тех пор я так на этом и стою. А это этапа просто временная. Везде свидетельство, проповедь. Еще такой вопрос. Вы можете не отвечать на него, но такое, как бы, хочется задать вас сильно. Вы человек совершенный? Что говорить? Вы человек совершенный? Совершенный, что вонят только в судный день. Мы к этому стремимся. Стремление наше быть совершенным, как отец совершенный. Святой. Да, слава Богу. Вот кто не согрешает в слове, тот человек совершенный. Вот Иакова тоже эти слова отказаны, и мне просто было интересно, кто вы ответили на них. Ну, в общем-то, я вас уважаю за то, что вы пострадали за веру. И вот это страдание, конечно, вам очень, как бы, должно защититься, и за это вам воздастся, конечно, однозначно. Потому что такого уподобляется не каждый человек, и я бы сказал, далеко не каждый человек. Это предоставляется такое, вот. Поэтому вот, как бы, я хочу сказать спасибо вам за это. Вот. Ну, и все-таки вопросы, вот. Что значит быть разденным свыше? Это три этапа. Первый. Признать себя погибшим грешником окончательно бесповоротно. Есть такое выражение одно, его надо запомнить. Бог никогда никому ничего не прощает за так. А у людей как? Я сказал, Господи, прости, и все. Нет. У Бога свойство есть. Возмездие за грех смерть. Римлянам 6.23. Вот когда говорят, Бог всемогущий, в человеческом понимании требуется пояснение. Он всемогущий, но не все может. А почему? Он не может отречься самого себя, написано. Он не может солгать. Он не может. Написано в Писании, Бог не может солгать. Он сказал, так и будет. Вот это надо признать. И поэтому Бог установил так. Это его свойство. Возмездие за грех смерть. Ну, что там плод взял человек, съел. А умерло уже 100 миллиардов. Это все последствия Адамов греха. А почему ядер говорит, о, Адам, что ты сделал? Не ты один умер, а все мы умираем из-за тебя. А всего ничего. По-человечески-то, кажется, там и прицепляться бы не к чему. И поэтому мы должны осознать, мы мертвые и погибшие. И когда патриарх Алексей Второй написал, что мы призваны реставрировать человека, я даже не поверил. Неужели он это может говорить? Мертвеца нельзя реставрировать. Потому, когда блудный сын возвращается, считаем 15 глава Луки, он говорит, сын мой был мертвый и ожил. Мертвый. В послании к Ефесянам 2.5 говорит Павел, мы и нас, мертвых, по преступлениям воскресил, оживотворил. Видите слова какие? Мы были мертвые. И реставрировать мертвеца не надо. Ему надо получить новую природу. Заново родиться. Когда человек понял, что он погибший окончательно, и возмездие за грех смерть, у него выход только один, чтобы кто-то за него безгрешный ответил. Вот почему 1.29 Яна и говорится, вот агнец Божий, который берет на себя грех мира. Он омыл нас кровью своей. А потом далее установил, что Церковь Христос и в Церкви Святая Литургия и Причастие. Кто не будет причащаться, не будет иметь в себе жизни, причащаться тела и крови. Жизни не будет в нем, он будет мертвый. А мертвеца с двух сторон можно зажать, поддерживать, он сидеть будет. Но как только отпустил, он упал. И третье, это святое крещение. Руками священника троекратное полное. Кто не родится от воды и духа, не может увидеть Царствие Божие. Вот это завершающий момент. А в православии так, кто бы ни был, пришел, ладошкой мокрый по голове, все, и больше ничего. Он еще не знает человек. А почему и написано, кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. Увидеть? Даже по мытарствам не идет. Почему Павел и говорит к римлянам 8.9? Кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Вот о чем надо заботиться. О чем Серафим Саровский говорил. Стижание Духа Святого. Можно жить, причащаться, быть добрым и пойти в ад. Своими усилиями ничего не сделаешь. Поэтому апостол Павел говорит, и сеющий, поливающий ничто, а все Бог возвращающий. Павел перечисляет, что он сделал. Я больше всех потрудился, больше всех. Впрочем, не я, но благодать Божия со мною. То есть везде ты должен признать нулевой результат. Не больше того. Вот знающий. Здесь один момент. Вот Иоанна 3.3. Помните, когда к нему пришел один служитель израильский, и он обратился к нему и говорит ему, что ты поистину сын Божий и учишь, ну, в общем, учишь народ тому истине. И вот он говорит, даже не слушал, Иисус Христос не стал его слушать, и в Иоанна 3.5 он говорит, истинно, истинно говори тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. То есть здесь вот как раз говорится о том, что о рождении свыше, то есть от воды и духа должно будет родиться. Я так понимаю, что от воды – это когда будет водное крещение, это будет от воды. А вот когда от духа, здесь должно быть какое-то знамение, то есть ты должен это почувствовать на себе, я так понимаю. Иные считают, что обязательно, чтобы наступило гласоларие, говорение языками. Это было в первый век, для того, чтобы доказать евреям, это для язычников необходимо было не очень сильно. Евреям нужно было убеждение. Когда Петр пошел к Корнилию, они его упрекали, что он ел с ними. А он обороняется и говорит, если им Бог дал тот же дар, как я мог препятствовать крестить это? Да, 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 это было не раз, там записано в Иоаннгре. Так, но в этом необходимости, как Ремень Леонский уже пишет, уже не было языков. Доказательство чуда не нужно, Златоуз говорит. Я без чуда верую, что меня Бог принял, омыл, осветил, вписал в книгу жизни. Мне чудо не какого-то вроде надо. Да, вера, наверное, будет жить, я согласен. Но ведь нельзя отрицать того, что языки сейчас существуют, все равно ведь. Но чувство у человека внутри его есть, а он не может его передать другому. Вот я когда покаялся, я встал, я на себя смотрю, вот сейчас, мне 23 года, работаю на корабле, учусь в высшем мореходном училище, у меня вся жизнь открыта. Здоровое, прекрасное, первосортное здоровье. Но я понял, я никто, я мертвец. И когда я встал с колен, я на себя смотрю, это будто бы другой человек. В этот же вечер, явившись на корабль, я всем стал говорить о Христе. Живем неправильно, за нас Христос умер. Это внутри человека. Внешне они, люди говорят, с ума сошел. Такая перспектива у него, он все себе зарубил, дурак дураком. Да разве мы можем? Я хочу засвидетельствовать вам. В 1963 году, когда мне было 9 лет, со мной произошел случай, когда вот это и есть крещение Духа Святого, то есть говорение на иных языках. Я помню это место, это хорошо, место летний был день, солнечный. И я услышал слова Духа Святого. Я вот как раз считаю, что это как раз и было мое рождение. То есть мне было сказано, что не будь зависим ни от чего. И тебя призовут. То есть вот такие слова я услышал. То есть со мной были ребятишки, мои друзья, значит, никто из них этого не слышал, кроме меня одного. И во-вторых, как проявление вот это начало, я начал говорить на иных языках и очень хорошо пел. Вот до того, причем такие слова какие-то подбирал, даже я как бы не от себя, даже не знал таких слов, как бы. И они выходили из меня. И вот ребятишки это слышали, это все. Взрослые как бы никто это не вразумлял, и никто не был этим как бы вразумлен. А ребятишки собираются, когда говорят, ну давай начинай. Я вот говорю на иных языках, они все вот от радости прямо, ну не то, что хохочут, а просто, можно сказать, падают прямо до того, что они такие себя веселыми считали. И для них это было как бы какое-то представление. А для меня это как бы обычное дело. Я мог говорить, хоть часами, хоть 2 часами там это. И вот никто мне это как бы в детстве не объяснил. А потом, когда я стал уже, вот на севере к нам пришел один баптист, и он мне засвидетельствовал о Боге, и дал мне Евангелие. Я первый раз помолился, и вот со мной стали начать изменения такие происходить. И в общем-то я покаялся первый раз, и пришел к Богу, ну попросил прощения у Него, то есть вот таким образом. И я вам хочу сказать, что Бог, Он как был раньше, так и сейчас. То есть проявление Духа Святого, именно говорение языками, то есть это знамение, вот это вот, оно проявляется в людях до сих пор, и оно есть. А как оно проявляется-то? Да, дьявол может принимать вид Ангела Света, и может быть должное мироточнение. Это ему надо, это я не думаю, что Ангелу это, вернее, дьяволу это нужно, необходимо, чтобы люди говорили иными языками. Я бы не думал об этом. Хотя обыдевые знамениях написано в Библии, поэтому здесь вот как вот этот, он может, дьявол это делать, вот тоже мне как бы не совсем интересно. Так вот это не совсем понятно. Видите, что я когда обратился, это первое, к кому я пришел, от кого получил Евангелие, они пятидесятники были, у них говорение на языках. И доказать, что это не от Бога, это в течение пяти минут можно. Я говорю, скажите, вот написано, если нет толкователя, молчите. Они не могут молчать, они табором все горгощат, как гуси на базаре. Второе, если есть толкователь, то за все богослужение можно говорить два или три человека. Один из толковых, остальные молчите, они не могут. Дальше, духи пророческие повинуются пророкам. У них не повинуются. Явно видно, что это не от Бога. Вот немножко только поговоришь. Ты можешь вообще-то разговаривать? Могу. Павел предостережение дал, опять же. Он сказал так, не умоляйте Духа Святого, а не запрещайте говорить и языками, и так молиться. То есть он не говорит о том, что нужно запрещать. Да запрещать не надо, если не запрещать, и когда от Бога. Когда духи повинуются, когда есть толкователь, когда он может сказать, что говорено, а так ничего нету. Ничего не подтверждается. И просто надуманно, а я думаю, ну как, в церкви Христовой не было полторы тысячи лет. А Господь говорит, все я с вами в осенне до скончания века. В третьем веке уже языков не было. И до сегодняшнего дня в церкви не было, только секты. А что церковь? Где есть законно рукоположенный епископат? А другие возникают, они каждый день. Сегодня им даже счет уже сбились. 21 тысяча разных наименований. Придумали деноминации, конфессии. Таких названий нет в Библии. Есть церковь, истинная ересь. Ересь. А ретика после первого-второго вразумления отвращается. Если это от Бога, оно было бы от Бога в церкви, и в церкви никогда не было. Было такое. Ефрем Сирин пришел из пустыни, а он в Сириане, где война идет. А Василий Великий говорит проповедь. А он-то не понимает. И он попросил Василия Великого, и говорит, давай помолимся. Говорит, помолись за меня, чтобы я понимал твой язык. И внезапно Бог дал ему знание греческого языка, и он его слушает, и все понимает. То есть такие единичные случаи были, но не так, чтобы мне нужно подтверждение. Златоуц говорит, я в этом не нуждаюсь, я просто верю. И никаких языков уже не было. А, кстати, я хотел спросить, у Вашей церкви есть пророки? Ну, или пророки, что есть? Понимаете, тут надо пояснение дать какое. Что означает пророки? У людей понятие такое пророки, предсказатели. То есть сказать, что будет впереди, где победа будет, кто президентом будет избранный. Нет, я так понимаю, что это связь с Богом должна быть. Пророк знает прошедшее, как Моисей, он был пророком. И написал сотворение мира. Он знает настоящее правильно, и знает будущее. Сегодня пророк говорит то, что уже было в пророчествах. Апостол Павел говорит, и все пророчествовать могут, все. Дар пророчества выше. А что он означает? А когда, говорит, пророчествует, и кто-то войдет, он всеми обречается, всеми судится, он упадет вниз и скажет, истинно, с вами Бог. Так они не о будущем говорят, а говорят о грехе. Именно так. Когда настоящее в Духе Святом проповедь, то люди все считают, что про него лично говорится это. А говорится вообще, а он говорит, это ко мне говорили. Он всеми обречается и упадет вниз и скажет, с вами Бог. Не то, что он будущее будет говорить, там, как Настрадамус или Ванга. Он просто говорит о самой жизни, о спасении во Христе. Это дар пророческий. Пророком фактически не был Варух. Но написана книга пророка Варуха. А он был друг Иеремии. Иеремия говорил, он записывал, и уже пророк. А у него-то у самого ничего и нет. Вы вот считаете православную церковь, да? И вот каждый член этой церкви может спастись или уже спасен? Апостол Павел говорит, мы спасены в надежде. Когда беседуешь с сектантами, у них главный козер. Ты спасен? А ты спасен, а то у них как? Спасен в надежде. Ну, я же уверовал. Ну и что, что уверовал? Апостол Павел говорит, многие потерпели кораблекрушение в вере. В вере были и потерпели кораблекрушение. Вот и все. Вот зашел в Парисея, мы так молились, когда... Апостол Павел говорит, что я православный, он тоже спасен или нет? А православный... То есть вопрос поставить так, можно ли спастись православной церкви? Нет, нет. Я говорю, вот сейчас многие просто себя называют православными, хотя они не таковые. И вот как бы они говорят, что вроде я как православный, может он и водки там махануть, и поматериться там, или еще что-то такое, сделать какие-то грехи. И что, он будет тоже спасен, что ли? Да нет, он никакой не православный. В первую очередь, он не православный. Хотя они называют себя так? Ну, мало что называют. Человек может назвать себя царем, артисты всяко называют себя. Он себя называет. Иоанн Златоуст говорит, для многих названий христианин есть пустой звук, ввозящий других заблуждения. Да, да, да. Почему? И видели-то большинство людей, куда идет. На мытарстах, когда душа идет, то куда души летят с лестницы? Это же было у Феодоры Цареградской, в житии Василия Нового показано. Дело в том, что я почему перешел на эту тему, что православная церковь, она насчитывает всего тысячу лет, наша православная церковь, российская. То есть, в конце прошлого века было крещение. И как вот это связать, рукоположение Андрея, я имею в виду апостола Андрея, и вот с нашим православием, вот это вот, как это можно связать? Так это родословно, рукоположение показано. Андрей кого рукоположил, Петр кого рукоположил, и оттуда идет кто кого рукополагал. Непрерывное таинство идет рукоположение. И сюда приезжает из Греции епископ Михаил, кем он рукоположен, у него родословная, вот книга специально напечатанная там. А от него тут уже по порядку показывают, кто кем был рукоположен. У любого священника есть епископ, кто его в священнике рукоположил. А у епископов ставленная грамота называется. И без ставленной грамоты за 2000 лет ни одного священника не было. Ни у католиков, ни у православных, григориан-армян, коптов, сирийцев. Вот здесь строжайший выдержит. Это церковь. За границей уже церкви нет. Ну вот смотрите, вот 11 человек было, да, апостолов. И кроме вот этих 11 человек, кто-то еще мог рукоположить кого-то там или еще что-то? Или были только эти 11, больше никого не было? Эти-то рукополагали, а эти теперь дальше рукополагали епископы. Это как сцепная реакция. Его один рукоположил, одного епископа. А этот рукоположил в течение года, может, 365 епископов. А этот, каждый из них тоже, может, 365. То есть они мгновенно, как ядерная реакция пошла. Его рукоположили. Павел был рукоположен. Вот про Павла определенно считает, это Анания, когда пришел к нему. 22 глава. Анания, да. Но это же не посланник был? Это епископ города Дамаска. Как это не посланник? Он епископ. Посланник. Он имел право рукоположение. И он пришел... Извините, в Евангелии написано там, что были еще там, по-моему, 70 пар человек, которые были туда посланы Иисусом Христом. Они же тоже посланники, я так понимаю. Да, да. Это 70 человек были посланы. И празднуются определенный день, и все их имена перечисляются. И Марк, и Тимофей, и все, которые тут есть. И Климент Римский, кому он привет и передает. Это все в число 70 входят. Вот насколько мне известно из истории, в православной церкви очень крови много было. Вот за это тысячелетие, которое прошло, очень много было крови. В каком плане? Значит, вот даже было, когда раскол в церкви, то есть от двухперсия до трехперсия, там было очень много крови. Да. Потом вот эти вот, когда начались бунты, и вот эта черная сотня, вот эта революция особенно, и ведь по существу, ведь церковь-то, но я бы сказал, она не то, что слабая была, она была, наверное, никакая, потому что самодержавие было свергнуто. Вот. И там тоже очень много крови было. И вот, что характерно, ведь если мы вспомним все, все, все лозунги вот этих революционеров, которые были, они ведь выступали против помещиков, против капиталистов и против попов. Да. То есть я понимаю, что такая ситуация революционная сложилась, что это уже, как называется, вот угнетенного народа, это был беспредел. То есть по существу отношения с работодателем или вот с обнекенными, да, это помещик и капиталист. Это как бы было для народа, ну, нормально. Я имею в виду это в стопочках, что нормально, но тем не менее, вот это вот между ними отношение, как бы оно всегда есть, оно всегда пребывает. Кто-то доволен, кто-то не доволен. Ну, когда вот церковь, да, которая должна, как бы, спасать человека, доставлять его там, ну, то есть заниматься своим делом, этого люди не видели. И вот этот бунт, он поднялся, как бы, и вот перерос в эту революцию, и по существу самодережавие было свергнуто. Именно, я так думаю, что по посетительству церкви, которая должна быть стоять на защите этого, ну, царского режима или самодережавия, вот так вот я скажу. Тут уже думать не приходилось никакой защиты. Подряд всех брали расстрелив, как класс. Класс священства, дворянства, казачества. Это все шло под нож. И мы должны видеть вину не в ком-то, а только в самих себе. Церковь не учила народ. Почему в революцию не пошли никакие старообрядцы, ни штунда не пошла? Никто не пошел-то. А это семинаристы. Сталин учился в семинарии, Кагано еще окончил семинарию. Гитлер, говорит, пел в церковном хоре. Что удивляться-то? Что, говорит, все или то и выздорило. И пришел бич Божий в лице вилла в Вавилоне. Ну и вот дальше больше, конечно. Там у них вот... Я читал тоже некоторые документы, и я знаю двух писателей, которые издали книгу. То есть про ту инквизицию, которая была на западных церквах. Она, в общем-то, изучается и в наших учебниках, в той школе изучается. А вот про инквизицию православия никто по существу и не знает. И вот как бы об этом и никто и не говорит. Вот так вот в широком смысле. А по существу это как бы умалчивается. А эти документы до сих пор в Санкт-Петербурге находятся, и они там лежат, находятся вот эти документы. Видите, даже что было, и даже если мы правду знаем, но ее спасение-то сегодня уже никак не влияет. Вот русская православная зарубежная церковь принесла покаяние в лице всего синода. Все епископы подписались. Старобрядцев просят прощения. Но у них там был старобрядческий Даниил и епископ. Лирийский. И попросили. Наши предки гнали ваших старобрядцев. Не за это ли пришла революция в отместку нам? Но мы вас не гнали. Но это наши предки. Поэтому мы как бы в лице их просим у вас. Простите нас. Вот это покаяние. Папа Римский принес покаяние за гонение на евреев. Поехал в Иерусалим. Самая беспокаянная организация это Компартия в СССР. Полкомпартия. И православная патриархия московская. Самая беспокаянная структура. Структура. Покаяния вообще ни в чем нету. Не за то, что евреев гнали. Не за то, что штунду преследовали старобрядцев. Зарубежная русская церковь принесла покаяние. А от этих ничего нету. Сталинско-беревская кровь в них. Кстати, вот вы писали письмо президенту. Вот этот вот марзолей или как сказать это вот кладбище вот это вот на Красной площади. Как вы к этому относитесь? Ну как это как Дмитрий Смирнов говорит. Что этого изверга надо сжечь и распылить в космосе где-нибудь. Большего злодеющим Ленина не было на земле. Мы не будем сдаваться в такие крайности. Вот я думаю, что просто похоронить можно же его. Как вы думаете? Пусть хоронят. Находят будто бы свидетельство такое, что он сам этого желал. Прав ты и прав возвратишься. Это как бы не важно. Но вот насколько мне Библия говорит об этом, что все мертвецы должны похоронены быть. То есть благословение Господне ну как бы не может наступить. Вот чего. Я думаю, что надо их похоронить. Просто это вот просто логика сама вот этого нам подсказывает о том, что надо похоронить его обязательно. Обязательно похоронить. И как бы забыть страницу перевернуть просто вот кроме президента я знаю, что это никто не сделает. Когда уходил от власти Борис Николаевич Ельц он говорит я жалею только о двух вещах, которые не сделал. Похоронить находящегося, отравляющего страну. И второе навсегда запретить любое проявление коммунистической партии. изверги рода человечества в тысячу раз хуже фашистов. Согласен с вами, да. Моя семья от них очень сильно пострадала, конечно. Ну, в общем-то приятно было с вами побеседовать, конечно. Слава Богу. Ну, ничего, если я еще к вам буду звонить? Недели через две только, не раньше. Через две недели. Вы это как проводите? Вот ну, как вот сейчас время какое, на три часа раньше этого времени. На три часа раньше. Это мы сегодня засиделись тут. У нас с Красноярским временем сейчас одинаково. У нас на час прибавили. Да, да, да. Так что, ну, посмотрите, чтобы по-нашему было 7 часов вечера. Ну, ладно, да благословит нас Господь. Сохранит вас Господь и вас, да благословит Господь. Во славу Божию. С Богом. Слава Христу. Отключайтесь. Ну, все. Ну, все.